Теме вывоза твердых коммунальных отходов посвятили круглый стол, который провели районные депутаты, руководители профильных отделов районной администрации, Косат, Технадзор, а также представители регионального оператора компании «Харти» и подрядной организации «ЛНТ». Присутствовали и представители домовладений, и товарищ жильцов, для которых, как и для очень многих жителей района, очень важно, как будет в новом и во все последующие годы вывозиться ТКО и как будет организована плата за эту коммунальную услугу. Сегодня круглый стол был нацелен на то, чтобы депутаты были проинформированы полностью о том, каким образом с 1 января будет осуществляться работа регионального оператора у нас от «Харти» на территории Щелковского района. Мы задали те вопросы, которые поступили к нам от населения. На ряд этих вопросов мы подключили ответы. На ряд вопросов, мне кажется, наши коллеги записали себе, и я думаю, что такая встреча будет у нас не последней. Мы сейчас постараемся максимально задать все волнующие вопросы и максимально проинформировать население о том, что будет происходить. На круглом столе шла речь о том, что в январе 2019 года новая услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами» появится в платежных документах жителей Подмосковья в связи с изменениями федерального закона о подходах производства и потребления. Стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации, то есть захоронению твердых коммунальных отходов, исключается из ставки за содержание жилого помещения. Раньше за вывоз мусора отвечали управляющие компании, и плата за услугу входила в состав платы за содержание жилого помещения. С января 2019 года она будет отражена в платежном документе отдельной строкой. Сбор и утилизацию мусора на территории нашего района будет осуществлять региональный оператор компания «Хартия», а также ее подрядные организации, которые будут продолжать пополнять вывоз мусора, как они это и делали раньше. Если у них дело не пойдет, и к ним окажется слишком много, мягко говоря, вопросов у жителей, у представителей властных структур муниципалитета, у надзорных органов, таких как Госантехнадзор и другие, то региональный оператор «Хартия» намерен таких подрядчиков заменить на более эффективных. В части вывоза мусора, утилизации от многоквартирных домов, от частных домовладений, от всех наших организаций, расположенных в нашем районе, необходимо проговаривать нюансы, потому что, когда мы понимаем, из чего складывается сложный процесс, то задача становится более ясной и решаемой. И всем понятно, что процесс будет сложный. И поэтому мы проводим и штабы с представителями регионального оператора «Хартия», и рабочие совещания, и в плотном режиме общаемся по договорам с управляющими организациями, с ЕИРЦем, чтобы у нас все-таки переходный период прошел, ну, по возможности, безболезненно. Представители регионального оператора «Хартия» ответили на вопросы участников «Круглого стола». Им в этом помогал и представитель одной из действующих в районе мусоровывозящих компаний «ЛНТ». Мы, как участники процесса, тоже хотели бы, собственно, увидеть открытую дискуссию, чтобы наше мнение в том числе учитывалось, оно сейчас учитывается, да, то есть, потому что мы являемся достаточно серьезными экспертами здесь, в районе, в области вывоза и транспортирования твердых иммунальных отходов. Поэтому я считаю, что те вопросы, которые задавались, они пошли на пользу всем участникам. На «Круглом столе» обсуждались нормативы при начислении платы за услуги вывоза мусора, вопросы организации контейнерных площадок и их содержания, порядок заключения договоров, в том числе и с хозяевами домовладений в частном секторе. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Большого количества людей.